За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 11,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, 317 случаев вне больничной пневмонии. При этом по сравнению с прошлой неделей наблюдается снижение заболевших на 11 процентов. Эпидпорог по-прежнему превышен, особенно в возрастной группе от 15 лет. Коронавирусом чаще болеют те, кто старше 65, а также врачи и учителя. Об этом говорили на областном оперштабе по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией. Мы наблюдаем, начиная с 1 января, рекордно низкие количество пациентов. На амбулаторном этапе сегодня находится 3317. За последнюю неделю почти на 20 процентов еще снизилось количество. На госпитализации 1302 пациента. Как результат снижается потребление кислорода. 30 процентов заболевших коронавирусом лечатся в поликлиниках, остальные на дому. В регионе имеются достаточные запасы лекарств. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают их бесплатно. Скорая помощь работает в штатном режиме. Инфекционных вызовов стало гораздо меньше. Идет процесс сокращения коек. В первую очередь в 5-й горбольнице Тольятти, в больнице Середавина и в госпитале ветеранов войн. По словам участников оперштаба, особое внимание нужно уделить тем, кто приезжает в регион, в частности вынужденным переселенцам. Надо обязательно проанализировать, где у нас вот это все происходит. И, безусловно, мы сегодня будем еще отдельно об этом говорить. Мы видим, что достаточно высокий уровень заболеваемости среди пребывающих. Своевременный мер принимается. Но, безусловно, безусловно, значит, я вот обращаю внимание глав районов, где у нас расположены пункты временной ПВР, где у нас расположены, что вот там особая, все равно должна быть повышенная вирусоопасность. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, тяжелее всего болеют пожилые жители региона, особенно если они не вакцинированы и поздно обращаются. Поэтому им важно пройти процедуру, а тем, кто привился более полугода назад, сделать ревакцинацию. На штабе пришли к выводу, что показатель заболеваемости позволяет проводить массовые мероприятия в регионе с числом участников до тысячи человек. И не рекомендовали руководителям школ пока проводить праздники и спортивные соревнования, поскольку дети только что вернулись с каникул и многие из них уезжали отдыхать. Виктория Шарая, События.